Вокруг света Редактор субтитров А.Семкин Путь за восемь-десять дней Вокруг планеты всей По радуге-дуге мы обойдем И время обогнав На крыльях и ветрах Мы вклад найдем Путь за восемь-десять дней Вокруг планеты всей Пусть белый парус нас несет Эй, мы обойдем весь мир Весь мир Мы обойдем Мы обойдем весь мир Весь мир Мы обойдем Шестнадцатая серия Мистер Вилли Фокк, совершающий Кругосветное путешествие, не знает Что Скотланд-Ярд подозревает Его в ограблении банка Англии Мистер Салливан Управляющий банка Ждет новостей от сыщиков Проклятие Известия о Вилли Фоге нет уже две недели Мне казалось, инспектор Дикс И констебль Були за ним следят Просто возмутительно Он тратит на путешествие Украденные у вас деньги Вы зря волнуетесь Объясните, лорд Гиннес Вилли Фокк пересекает Тихий океан Поточнее На борту капитана Гранта Он направляется в Сан-Франциско Дальше В районе сорока градусов северной широты Дайте посмотреть, лорд Гиннес Лорд Гиннес разгадал вашу загадку, Салливан Лупа отличная, но их нет на глобусе Все было бы проще, Салливан Тем временем Вилли Фокк и его верные друзья Наслаждаются путешествием Салливан Салливан Как я проголодался, а который час? Двенадцать часов, а я и не думал, что уже полдень Эй, ребята, пора обедать Ох, тихо, зачем тебе часы, твой желудок точнее всего? Посмотрим Переводим на час вперед Зачем? Земля поделена на двадцать четыре часовых пояса Вот так Каждый раз, когда мы пересекаем меридиан Мы должны переводить часы Хм, все это так сложно Я лучше поставлю часы по лондонскому времени Хм, это невозможно Хм, на моих часах тоже полдень, месье Фокк Ха-ха-ха Тико, это не смешная шутка Это ты их перевел, мои часы, а? Нет, я здесь совсем ни при чем Ха-ха-ха, Тико не виноват В Лондоне тоже двенадцать часов Но Лондон так далеко Лондон находится точно на другой стороне Земли Когда у нас двенадцать часов дня В Лондоне ровно полночь Так в Лондоне полночь? Хм, время сдвигается на час Каждый раз, как пересекаем меридиан А это уже двенадцатый Если разница двенадцать часов, то в Лондоне полночь Хм Ой, как сложно После обеда все станет понятнее Дела в инспектре Дикса и Ганнстебле Були идут хуже Здесь просто невыносимо були Давай поднимемся наверх Хм Сэр, а может не надо? Вы сказали Ригадону в Гонконге, что мы из Котланд-Ярда Если они нас увидят, они поймут, что мы за ними следим Они, скорее всего, отдыхают после обеда Бояться нечего Как скажете, инспектор Пеняйте потом на себя Надеюсь, все путешествие нам будет сопутствовать хорошая погода Им ведь положено спать Не похоже Они идут прямо к нам Не оборачивайся Оборачивайся Я и не собираюсь, сэр Смотрю на воду Делай вид, что нас здесь нет Но мы же здесь Заткнись ты, Були Обед Устрою сейчас праздник живота Просто не могу дождаться, когда поем Ой Спокойно, Були, не шевелись Инспектор, во мне Тихо, Були Эээ Простите Осторожно В чем дело? Разве так сложно чуть-чуть подвинуться? Вы что, специально статуями притворяетесь здесь, стоите? Месье, мой друг хочет поднять часы А, инспектор? Рад встрече Месье, надо поговорить Да подвиньтесь же вы, иначе я разозлюсь После вашей выходки в Гонконге я сброшу вас за борт Я вам говорю, вы лжец и бесчестный трус, мистер Мистер Ягодон, как я рад Ты посмотри, Булли Вы, подлец, вы напоили меня снотворным, когда я не предал месье Фога Неужели инспектор Скотланд-Ярда мог совершить такой подлый поступок? О чем вы говорите? Меня кто-то ударил сзади по голове, и я потерял сознание Этот коварный план осуществил не инспектор, а наш старый знакомый злодей-трансфер Очнитесь, инспектор, очнитесь Я даю вам слово джентльмена Я вам не верю Вы подлый ищейка, месье Дикс Что значит ищейка? Будь вы настоящий полицейский, месье, вы бы не стали так подло со мной поступать Показать удостоверение? Я вам сейчас покажу свое удостоверение Это все? А теперь сделайте одолжение, не говорите обо мне мистеру Фогу Хм, будьте спокойны, я не привык беспокоить месье Фога по мелочам Но если вы еще раз попробуете остановить месье Фога, будете иметь дело со мной Идем, Тика Эй, вы двое Не путайтесь под ногами Буля, ты видел, какая наглость? В чем дело, Тика? Я так увлекся каратэ, что совсем забыл про часы Хм, а вот они Маленькие проныра Что? Какая хорошая погода Эй, Ригадон, я их нашел Отлично, дружище Идем, Тика Они это запомнят И пусть нам не попадаются Инспектор Дикс А почему вы не дали сдачи? Вы поступили не по инструкции Скотланд-Ярда Да, глава вторая, параграф четырнадцатый всегда давать сдачи преступнику Но мои личные чувства не имеют значения Мистер Ригадон не преступник, поэтому мне остается только терпеть и позволять бить себя, как старый мяч Вы плачете? В глаз что-то попало Это был его кулак Пока хитрый трансфер изобретал способы задержать наших друзей Отважные путешественники только покончили с обеденной трапезой Ой, как вкусно Простите, мне нехорошо Кажется, они пересолили министроны Разве? По-моему, все было очень вкусно Согласен Может, ты переел, Тито? Хм, странно Может быть, они пересолили только мой суп Официант, стакан воды, пожалуйста Не принесешь? Хм Ладно, тогда пойду сам наберу чистой воды из бочки Ты уже мне понабрали официантов по объявлению Куда ты? И куда же? Тико спускается в трюм, не подозревая, что трансфер и здесь приготовил ему ловушку Сейчас наберу свежей водички Попался, дружочек Сейчас я тебя проучу Тико, где ты? Ригатон Тико Ригатон, спаси меня Ты где, Тико? Что с тобой? Ригатон Держись Держись Тико, дружище, я иду к тебе Только держись, я иду, Тико 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 Тико, Тико, где ты? Ригатон Держись, Тико Я здесь Греби ко мне Давай, Тико, держись, я на влюху Это ты, Ригатон Спасибо Все хорошо, дружище Капитан, мы выбьемся из графика Я понимал, это мистер Фок Но кто-то пробил бочонки с водой У нас нет ни капли питьевой воды Клянусь, это не я Будь здоров, Тико Придется сделать экстренную остановку Ближайший порт, где можно запастись питьевой водой Это Гавайи в двухстах милях к югу Простите, выбора у нас нет Гавайи Тропический рай, расположенный у подножия вулкана Мауна-Лоа Пока корабль входит в гавань Капитан рассматривает подозрительно пустой пляж Странно, раньше местные жители всегда встречали нас дружелюбно Может быть, нас еще не заметили? Может быть, высаживаемся? Да, месье Мы идем Раньше их называли Сандвичево острова Сандвичево? Мне тут уже нравится Ура! Земля! Здорово, когда под ногами пол не качается И как красиво-то здесь, а! О-о-о! О-о-о! Сейчас здесь мирные племена, но лучше не рисковать В джунглях слышно, как просыпается вулкан Капитан ведет Вилифога и его друзей в деревню, где надеется достать свежей воды Что это, капитан? Раньше была тюрьма, но они ею не пользуются, вроде бы Правда? Помогите! Я не виновен! Там кто-то есть! Эй! О, боже! Подождите! Эй, кто там? Помогите, прошу вас! Ригадон! Что ты задумал? Ну как? Не поддается, месье Раз, два, три Вперед! Мы за вами Подождите, я иду Что? Я его знаю, это Мани, мы раньше встречались Мани, Мани, скажи, что случилось? Кто тебя связал и бросил в тюрьму? Наш король Некоторое время спустя Маня уже рассказывал свою историю Что тут случилось, Маня? Рассказывай по порядку С тех пор, как вы уехали на острове, творятся ужасные вещи Какие же? Наш король думает, что боги рассердились на нас, и поэтому на острове проснулся вулкан И боги наслали проклятие на принцессу Каулу Она сейчас при смерти Дочь короля? Да, придворная колдунья Такамаки убедила короля, что поможет своими настоями Но о принцессе только хуже Ялинги-буминги-кола Амаки-баракитона Не понимаю, раньше всегда действовала Это все глупости Никто больше не верит в магию Но его величество верит, капитан Когда я посоветовал послать за настоящим доктором, он бросил меня в тюрьму Мне надо с ним поговорить Не знаю Нельзя Колдунья сказала королю, что во всем виноваты злодеи из корабля Он верит каждому ее слову Это все предрассудки Может и так, но поймите, король считает, что вы принесли беду Господи, боже Мне остается только поговорить с ним Не надо Вы правы Вскоре путешественники подошли ко дворцу короля Он укреплен, и его охраняют стражники Эй, вы убирайтесь, сюда нельзя Стойте Кто вы такие? Передайте вашему королю, что Вилли Фок просит его аудиенции Идите скорее, скажите, что мы ждем Да, сэр, ну ладно Я доложу, нет, я Я доложу, я скажу без тебя Ваше Величество, к вам гости Я хотел сказать Ну, что? Это Вилли Фок, Ваше Величество Капитан, а почему вы привели с собой преступника? Я его освободил Кто разрешил? Ваше Величество, я все объясню Я вас всегда хорошо понимал, капитан Но освобождая преступника, вы испытываете мое терпение Мы высадились, чтобы набрать свежей воды Смею заверить вас, что наши намерения мирные Сомневаюсь Стража, арестуйте их Я требую адвоката Послушайте Мы слышали, ваша дочь серьезно больна Если вы позволите, я могу попытаться помочь ей Правда? Ваше Величество Прошу Разрешите ее осмотреть Я ей помогу Ты ведьма? Усланная богами в наказание Ваше Величество Я могу ее излечить Для ведьмы ты слишком храбрая Ладно, можешь колдовать над моей дочкой Но если у тебя не получится, вас всех бросят в жерло вулкана Я согласна Что? Принцесса? Ой, опять Отлично, раз я вам больше не нужна Можешь пробовать, но она обычна У нее сильный жар Ой, только не умирай Ну, не забудь про наш уговор Принесите воды Ригадон, принесите мне кокосовых орехов и маниоки Давай скорее Бежим Сейчас Что ж, раз надо, так надо Я полез Мама, меня быстрее Надо спешить Ай-яй-яй Как всегда Вляпались Тика, очищенный Давай сюда Надеюсь, принцесса не ошиблась Пахнет ужасно Ммм Будем надеяться, Тика И вот одна принцесса ухаживает за другой Одна врачует, спасая больную Другая находится на грани жизни и смерти Друзья ждут, надеясь на чудесное выздоровление Постойте Но если для тех, кто ждет, время тянется медленно У принцессы время уже на исходе Что это такое? Молотые куриные кости Это старинный рецепт Ай-яй-яй-яй Неужели куриный бульон ей поможет? Ну уж точно не навредит Пей Если еще останется Ночное обдение не прекращается Вулкан продолжает дымиться И вот, наконец, начинает светать Ахмани Любовь моя Она очнулась Каула Это я Мани Бульон помог Браво, принцесса Чудесно Ой, хоть не утопят в вулкане Каула Ахм 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 Здравствуй, папа Ты преступник Держись от моей дочери подальше Она тебя любит И я тебя отпускаю Но не смей возвращаться Не заставляй меня выбирать Если ты прогонишь Мани Я пойду с ним Как ты смеешь? Отец, смилуйся Мани хотел спасти меня Я люблю его Каула Ваше величество Позвольте предостеречь вас Ваша дочь только что выздоровела Но болезнь может вернуться Хм Болезнь может снова вернуться? Да, ваше величество С новой силой Ну что же мне делать? Хм Каула и Мани Давно любят друг друга Просто разрешите им пожениться Не могу Ваше величество Не упрямьтесь Хм Ведь за вашей воинственной внешностью Скрывается доброе сердце Не мешайте счастью влюбленных Хм Что ж Даже короли иногда ошибаются Спасибо Папочка Вы уверены? Здравствуй, король Браво Абсолютно Мистер Фок Простите за то, что я так нелюбезно вас принял Я благодарен вам и вашим друзьям За все, что вы для нас тут сделали Отныне вы наши герои Спасибо Ура, Кика Вы молодцы Ура, может быть, накормят Благодарю вас, принцесса Стража, принесите воды на корабль нашим друзьям Да, фэр Я первый Пусти меня Пусти, пусти Ура, ура О, Каула О, Мани Прошу вас Спасибо Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Хотя Вилли Фок с друзьями не собирались заезжать на Гавайи Остановка на острове стала ярким эпизодом их плавания Она подарила незабываемые впечатления самим путешественникам А благодаря их приезду островитяне снова счастливы Вилли Фок и его друзья навсегда запомнят приключения на Гавайях Они у меня в печенках сидят Принести вам печенки Да не хочу я печенки Ну я Я не с тобой говорю А с кем же тогда? Поволчи Ну инспектор Более В следующей серии путешественники застревают в Мексике Пока к ним не приходит неожиданное избавление Как нашим друзьям обернуть события себе на пользу? Как же Трансфер и его зловредные козни? И как же инспектор Гиггс, придумавший новый план поимки преступника? Сумеют ли путники добраться до Сан-Франциско? Не пропустите следующую серию Путешествия вокруг света с Вилли Фоком Субтитры сделал DimaTorzok